Народ, всем пламенный хлоп, приветствую вас на канале Усфом Ливен. Сегодня жарко-солнечной Флориды, мы с вами в Тойота Центр. Я делаю ТО на Сиене, быстро-быстро, потому что нет времени, дальше машина опять уезжает. Ну и по ходу пьес я зашел вам по Тойотам тут показать новые БУ, сейчас будут Тойоты разные. Ребят, напоминаю, что у этой площадки есть возможность покупать на экспорт, по крайней мере, не новая машина, а с небольшим пробегом. И я вам сейчас все это дело покажу. Хочу заодно вам показать, как это вот сервис серии, это отделали продаж, здесь смотрите, очень прикольно то, что есть всякие снеки, кофе, вода, все показано. Открывать оттуда, некоторые отсюда открывают. Короче, тут все это включено. Ребят, на самом деле, у меня уже за третий год эта машина, и у меня программа платит, поэтому все мне обходится в нули. Я всегда со своими машинами слежу максимально внимательный, поэтому для меня важно, чтобы машина была в порядке, поэтому я покупаю сразу программу обслуживания с заменой всего, что положено по регламенту. Не знаю, у меня просто прямо триггерит меня, когда люди не заморачиваются с машинами. Я так не могу, поэтому у меня даже когда мало времени, даже когда еще что-то, но все равно машины должны быть обслужены вовремя и желательно бы. Да, я понимаю, некоторые сейчас скажут переплата, да зачем это нужно, да можно было там самому дешевле, все что угодно. Ребят, самому у меня просто нет времени, а дешевле и это не значит хорошо, поэтому есть официальные дилеры, я им доверяю, пока есть такая возможность, я не говорю у кого-то может нет возможности, пока есть такая возможность, надо делать и я это делаю. Ну что, мы сейчас с вами посмотрим заодно машины. Следующий у меня наклей-наклейка, следующий у меня в 44. Вообще у тойоты раз в 5000, у бмв раз в 10000 миль, то есть на полтора умножайте, интервал межсервисный. Короче, такая вот история. Ну что, поехали сначала, начнем наверное с свежих моделей, в смысле с новых абсолютно. Я, кто подписан на мой телеграм-канал, ребят, подпишитесь на мой телеграм-канал, кого интересуют машины и цены, потому что да, я выкладываю в первую очередь машины и цены. Инстаграм для связи, вы можете списаться всегда в закрепленном комментарии, первом от меня, там ссылка на инстаграм и телеграм, чтобы вам не приходилось искать, поэтому переходим по ссылке, подписываемся и всегда знаем, что и как. Значит, крауны. Я делал тесты, делал обзор очень подробный, мне кажется, попробовал. Машина мне зашла, но только с двигателем MyForce Max. Там совсем другая история, поэтому там машина того стоит однозначно, но в целом машина классная и я ее брал на тест-драйв, все вам показывал и сто процентов японский. Кстати, так же как Lexus GX делается только для США, но при этом делается только в Японии и весь сто процентов, то есть ничего не собирается где-то там в Канаде, или в США, или в третьих странах. Так, Sequoia, вот эта бомба я ее прямо на заставку вам поставлю. Я, кстати, в телеграм-канал уже с утра выложил, я здесь был. Это вариант, вот не знаю, она не красная, ребята, она насыщенная. Это вот всем поклонникам Феррари я посвящаю эту машину. Платинум версия, выдвижной порог. Платинум здесь у нас есть проекционно-лубовое стекло, digital, ну то есть цифровое зеркало заднего вида, когда вы можете смотреть как простое зеркало, так и с помощью камеры сзади. Ну это известная функция. Панорама крыши, шторки на задние сидения. Есть, естественно, у нас и вентиляция, и подогревы, камеры 360, здесь у нас ну полный привод, естественно, towing-мод, то есть чтобы за собой что-то тащить. Здесь почти все кнопки заняты, подогревы руля, адаптивный круиз, цифровая панель приборов, в общем, DBL-монитор. Ну, сложно назвать чего здесь нет, кстати, посмотрите, производство уже пошло двадцать четвертый год, но второго двадцать четвертого, поэтому, в общем, машины уже пошли двадцать четвертого года. Если это всегда капитанские кресла, в комплектациях выше лимитета нету дивана пока что, может быть сделают потом опцион, но они, потому что глупость, конечно, не делать диван, считай, что пускай будет выбор. Пускай покупатель выбирает. Отсюда, кстати, можно открыть, знаете, да, зеркальце, как на многих американских машинах. Кстати, цена и производство, давайте посмотрим. Производство, смотрите, 20 процентов Япония, основное делается США и финальная сборка в Техасе. Ну и, конечно же, давайте посмотрим с вами на цену. 82, 171. В целом нормально. Новых Camry пока что нету, ребята. Многие спрашивают мне, пишут в инстаграм, что где новые Camry. Ребята, пока нету. Вот есть старые Camry, будете? Пока вот так вот. Но красотка, это новая. И, кстати, я не вижу, чтобы они подешевели, ребята. То есть те владельцы, которые сегодня владеют уже давно этой моделью, которая давно уже выпускается, могут быть уверены, что их машина по-прежнему востребована, по-прежнему она имеет хорошую цену. 38-300, пожалуйста. Это 2,5, 206 мощных сил. Ну, то есть машина востребована, машина, это, кстати, панорамная крыша. Ну, на этом все. С красным салоном. Новая. Это абсолютно новая машина. Вы знаете, мне кажется, такие машины можно покупать, как, как, как бы поставить себе в коллекцию, в общем, с ней, чтобы она у вас там в коллекции, короче, была. Поставить лет через 20-30. Будет классный экземпляр в коллекции. Так, рафчики. Сейчас пойдем бушку смотреть с вами. Просто пока здесь вам новое покажу. Раф, 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 вот. Ну, тут дилер зачем-то... Кстати, раф, смотрите, 40% США, 40% Японии. Блин, закрыли машину, зачем закрывать? Это у нас цена. Цена. Ну, здесь дилер еще пытается при соседей там всякие допы, но вот они, видите, там, чуть-чуточку надбавили. 36 тысяч за раф-4, и это у нас полный привод, комплектация Excel и гибрид. Ну, цену теперь вы знаете. Королка. Здесь удобно, что все представленные варианты, и их можем посмотреть. Королла SE гибрид. Все-таки надо будет. Купим, доставим. Здесь поможем с кредитами. Кстати, сегодня менеджер мне объявил, что те люди, которые приехали сегодня... Красавчик. Я не про мужика. Я про Porsche. Естественно. Не подумайте, что лишнего. 28 тысяч стоит Королла. Это гибрид 1.8. 47 миль, ребята. 47 миль на галлоне. Это практически 4 литра на 100 километров расход, конечно, бомбический. Так вот, сегодня разговаривал здесь с финансовым менеджером. И, в общем, они сказали, что у них появилась опция. Пока не проверял. Вот кому надо будет проверить. У них появилась опция покупки автомобилей в кредит без social. То есть, люди, которые приехали и собираются остаться, они могут попробовать купить эту машину здесь без social. Ну, не знаю. Я не проверял, но сегодня он объявил. Просто приехали ребята, спросили, там, что и как. Он говорит, что без проблем сделаем без social. То есть, банк одобряет. Бывушные машины, правда, под 30 процентов дают. А новые машины можно купить под 16 примерно процентов. Ну, в принципе, высоко, но, ребят, как бы зато без social. Зато не внести деньги сразу бухивать. Ну, в общем. Так, это просто я вам рассказываю. Я пока еще не проверял. Подтверить информацию не могу. Так, ладно, погнали, ребят, с вами на бывушный. На бывушку посмотрим, что там у нас и как. Кто там просил Сьену почаще показывать, его вам показываю. Моя красавица. Работяга. Трудяга. Так, ну что. Погнали. Наши городских. И... Что тут у нас? Это, мне кажется, после ТО. Да, это вот ищет человеку машину после ТО. И вот тут, смотрите, Highlander. Grand Highlander. А вот это, кстати, все бэушка. Ребята, вот это все бэушка. И напоминаю, что с этим от салона у нас есть уже договор, уже есть опыт покупки у них на экспорт. То есть вы можете купить без налога. Поэтому выбираем автомобиль, смотрим, нравится все. Смотрим. Ну, это все сертифицированные автомобили в основном. То есть если мы говорим про Тойоты, в принципе, проверенные дилером до этого. И здесь вы можете, как бы, быть уверены, что со стоп, все в порядке. Ну, мы все равно перепроверяем всю информацию. Но в целом я показываю каждый раз видео, как мы покупаем. И, собственно говоря, да. Кстати, кто смотрел ролик про покупку JLS, в общем, мы его должны на днях забрать. Вот Hybrid Max. Это как раз та комплектация, еще и Platinum. Та, которая, ну, заслужит определенное внимание. Очень мощный автомобиль. Быстрый и вообще у кого деньги позволяет. Машина очень классная. Так, у нее, кстати, нет цены, поэтому, сори, я не буду тратить время. Ни ваше, ни мое. Сколько стоит Camry на вторичном рынке? Прям можно отдельный ролик записать. 39 тысяч пробег, 2,5 L и комплектация. Сейчас посмотрю, вам скажу, сколько стоит. 20 тысяч 700 долларов стоит машина. 990 долларов у них. 995 долларов у них. Дилерфи у этого салона. То есть, соответственно, прибавляем и получаем авто, которое сертифицировано, которое точно в идеальном состоянии. Никаких не аукционов, никаких там, короче, прочих головных болей. Не, на аукционе тоже можно найти хорошую машину. Я не спорю. То есть, действительно. Но здесь у вас явно преимущество, потому что машину вы, получается, вот здесь вот повыбирали, все посмотрели, проверили. Вам ее обслужили. Дали гарантию. Вот имейте в виду, что это, конечно, очень-очень классно. Вообще, 22 тысячи за вот эту машину. Очень неплохо. Особенно, когда вы только недавно приехали. Вам надо что-то такое попроще, подешевле. Королки. Ну, давайте посмотрим. Вот черная L и Королла. Правда, такие с колпаками. Ну, вот видите, они тут пишут, что 160 поинтов, то есть 160 пунктов инспекции. Здесь у нас с вами такой вот салон. Кожа, рожа, все дела. Сколько стоит такой автомобиль? Давайте посмотрим. Единственный нюанс, что они не пишут, к сожалению, цены. Мне приходится каждый раз заходить на сайт, чтобы вы знали цену, а чтобы озвучить, вот, заходить сюда. Ну, давайте. 19 тысяч, 21 год L и 1,8. Я тебе гляну сейчас через год. А так, кому надо, вот, пожалуйста, сайт. И погнали. Ребят, 20 тысяч долларов, то есть вместе со сбором, там, 995 долларов, 21 тысяч стоит машина. Давайте посмотрим дальше, что тут у нас есть из Highlander, то, что периодически запросы такие идут по Highlander, что вот, вот это, по-моему, кстати, судя по дискам платино, мне кажется, или Limited, или платино, все посмотрим с вами. Красивый серо-голубой цвет, он, скорее, наверное, даже больше серый. Это у нас платинум полный привод, Highlander. Что у нас тут с вами? Ну, вот сзади надо смотреть, сзади у нас с вами капитанские кресла. Три всего 800 пробег, черный салон. Ну, давайте глянем. Протекшн, вот, 600 долларов, они, конечно, еще сюда накидывают, но это предмет торга, сразу говорю. Ребят, 43 500. 43 500 ценник на платинум полный привод с пробегом всего 3 тысячи. Что тут еще такого вам? Ну, просто я к тому, что все остальные будут, скорее всего, дешевле, если это XL-E, то они будут, конечно, дешевле. Давайте еще, например, вам какой-нибудь один покажу. Подожди, а вот черный есть, черный, тоже платинум. Посмотрите, у него и проекция на лобовое стекло. Чего тут только нету. Так. Монитор JBL. Ну, здесь у нас машины прям свежестью пахнут, то есть как новый, запах нового автомобиля, панорамная крыша. Правда, капитанские кресла опять и пробег 36. Вот, пожалуйста, проходной год уже можно растамаривать. Давайте посмотрим, сколько стоит черный. И это у нас Highlander черный, платинум полный привод. Машина. Кто-то открыл неудачный багажник, надо полировать. Они ничего не имеют. Вот так вот есть шторка, третий ряд. Так, ну, давайте посмотрим, что тут у нас. По цене. Ребят, 38 тысяч плюс 950 сбор. Ну, посмотрите, руль как будто вообще на нем никто не ездил. Вообще, все, в принципе, вот порог вот здесь вот видно, ну, стерт. Там еще есть такие мелкие коцки. А так идеально. 0, 0,2. То есть, февраль 21 машина уже проходная, но состояние машины очень классное. То есть, вот эти все мелочи, это все не серьезно. А салон весь в идеальном состоянии. И сзади, и все. Коврики. В общем, все по фэншую. Не, классная машина. И самое главное, она также, она и сертифицирована, она обслужена. И можно брать и ездить. Toyota вечная машина, поэтому никаких проблем с ней. Это моноприводный вариант, поэтому я показал вам два, мне кажется, классных варианта по поводу того, что там самые топовые, полноприводные и, в принципе, по хорошей цене. Я все-таки сторонник, что лучше уже взять вот так у дилера, просмотрев, поняв, приедет к вам машина уже обслуженный и вы совершенно спокойно будете на ней, ездит, она будет вас радовать, а не дарить вам головную боль, а дарить вам только положительные эмоции. Такомы, ребят, сейчас пройдемся, посмотрим, что у нас тут. Предыдущие такомы, они нифига особо не подешевели сильно, поэтому давайте посмотрим для примера такому 21 год, 38, 3,5 литра она, ребята, оффроуд, TRD оффроуд версия, давайте посмотрим, что у нас, живое сидение, год, не вижу, где у нас туда, вот 11, 20, то есть машина проходная, здесь у нас 38 тысяч, в машине очень свежий, приятный запах, нигде ничего не уваксно, не уляпано, то есть в принципе, этот свой печать забыл, а нет, шучу, это кто-то забыл пульт от открытия ворот, когда сдавал, ну а так, слушайте, прям шикарное состояние, для такому 38 тысяч, смотрите, и здесь, сама по себе, вот это внутри розетки, все, и сам по себе кожух, то есть видно, что ничего не возили, ничего такого не это, слушайте, ну прям, разъемы все, это хороший вариант, такому кому надо, TRD, и она, смотрите, на всесезонных колесах стоит, ну-ка давайте посмотрим цену сейчас, какая она, ребят, 36 тысяч, ну плюс, соответственно, 995 сбор, плюс 5%, плюс доставка до Майами, эти Больштайн стоят, у нее стойки, мне кажется, да, а тут амортизатор еще, о, рессоры, простите, ну короче, ребят, 37 тысяч, плюс 5%, то есть где-то в районе, наверное, сороковника, она уже будет в порту, с доставкой, и вот вам, пожалуйста, 40 тысяч, машина готовая под, под этот, то есть проверенная, обслуженная, и у нее, видите, еще есть и дуги, вообще классно, карго бокс поставил, и в путь, так, еще одна такома, так, вот тут активное движение, сейчас посмотрим, что это у нас за версия, V6, это моноприводная версия, и здесь вот есть вот такой косяк подкрашенный, ну, с крышки открывают, на что-то положили, и вот здесь вот, ну, тоже, в принципе, хорошее состояние, ничего особо, там так, царапки мелкие, в принципе, все нормально, тундра, большая, 570-й крузак, V8, 5, и 7, ну да, кто вдруг не в курсе, это у нас с вами, 570, помните, Lexus, вот это он, SR5, комплектация, она на ткани, такая, охотники, рыболовы, кому надо подешевле, что у нас тут, по стикеру, у нас 10, ну, это 14-го года вообще машина, но, очень неплохо выглядит, руль не затерт, не у ваксом, то есть, в принципе, салон такой, вполне себе, живой, нигде ничего не убито, 177 тысяч, пробег, капец, ну, вот пробег, конечно, приличный, ну, что поделать, машина 15-го года, давайте глянем, сколько интерес стоит, для интереса, ребята, 20 тысяч долларов, 20, даже они 900 возьмут, еще 21 тысяча долларов, в принципе, салон вообще идеальный, да, внутри, ну, кожух, ну, так, ну, не критично, ну, как бы, не знаю, мне кажется, что, очень даже, так, ну, и Tundra бэушная, то есть, с пробегом, нету на ней цены, ребята, нету, по-моему, ничего, но я показывал, ребят, мы недавно покупали новую, это, кстати, по-моему, SR5, да, ткань, дешевый какой-то вариант, они вообще долго не продаются, они очень быстро продаются, они долго не стоят, но это, похоже, моноприводная, поэтому она может немножко зависнуть, а вот, Capstone Tundra, то есть, самая топовая комплектация, не считая TRD, Capstone, 22-й год, 14, ну, и в красном цвете, Capstone всегда с одним и тем же салоном, он двухцветный, то есть, низ черный, верх светлый, крышка стоит, сразу 2000 плюсом сэкономили, слэкс стоит, я недавно на свой Raptor ставил, поэтому точно знаю, сколько стоит, с монтажом совсем, хорошая крышка, там очень многое зависит от крепления, от вот этих всех, ну, нюансов, там, уплотнителей и так далее, ну, такая в районе двушника, от 1600 до 2300 примерно, так, ну, и давайте посмотрим на ценник, 14000 пробег, 3.4, это гибридная версия, ребята, я рассказывал, пока посмотрите, у меня очень-очень подробный обзор, есть машина-бомба нереальная, она очень тяговитая, она очень быстрая, и при этом у нее не очень большой расход, так что мне очень зашла эта машина, давайте посмотрим, сколько же у нас будет здесь стоимость, 65 тысяч всего, это очень-очень дешево, для этого замечательного автомобиля, потому что Капстоун, это топовая версия, 65, это, конечно, дешево, ну, плюс гибрид, короче, то есть даже, по суставу, что сюда еще пятерку, ну, вернее, не пятерку, а тысячу набросит дилер своих дилерфи, плюс там проценты, все равно еще дешево, в конце концов, кому не нравится цвет, можно даже пленкой закатать, и все равно это будет очень классный ценник, так что, учитывая то, что Капстоуна вообще их там редко найдешь в рынке, да еще, чтобы без налогов купить сразу на отправку, ну, только вопрос еще, доставки, ну, 6 тысяч в одном контейнере, ну, то есть, контейнер на две машины, будет доставка до Казахстана, например, или Кыргызстана, так что, нормально, и вот это, конечно, такому, не очень красивый, вот этот новомодный цвет, он не серебристый, он именно серый, и очень красиво, вот это вот, вот, очень хорошая машина, кому надо будет, пишите, звоните, будем покупать, и отправлять вам, тем более, год проходной, состояние классное, дополнительно, еще, надо мы посмотрим, но проверять дилера, такое себе, учитывая то, что машина еще, чтобы вы понимали, на гарантии, все, ребят, поехал я, в общем, дальше, по своим делам, вам сегодня записал Тойоту, посмотрите, какие Мерседесы, все ваши заявочки обрабатываются, кто там пишет, все окей, в телеграм-канале, выкладываю вам информацию, так что, все нормально, погнали,